Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов и их биографии. Луис Парет и Алькасар, испанский художник эпохера Коко, родился 11 февраля 1714 года в Мадриде. Родился в семье француза каталонского происхождения и испанки. Начальное художественное образование получил у французского ювелира Агустена Дюфло и монаха Бартоломе де Сан-Антонио. Затем 4 года обучался в Королевской академии изящных искусств в Мадриде под руководством Антонио Гонсалеса Виласкеса. В 1760 году выигрывает вторую премию академии, а в 1666 – первую. Кроме этого, брал уроки у французского художника Шарля де ла Траверса, бывшего ученика Франсуа Буше, приехавшего в Испанию в свете французского посла в этой стране маркиза де Асун. В 1663-1666 годах художник, заручившись в поддержку инфанта Луиса Антонио де Бурбон, брата короля Испании Карла III, проводит в Риме, где оканчивает свое образование. Возможно, в это время посетил также и Францию. В 1178-х годах был в ссылке на Пуэрто-Рико в связи с участием в любовных интригах своего покровителя инфанта Донна Луиса. Здесь его учеником становится местный художник Хосай Кампенчи. Вернувшись на родину, так и не получил разрешения на жительство в столице и 10 лет проводит в Бильбао. Лишь в 1788 году мастер возвращается к королевскому двору. В 1780-м художник становится членом Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо после представленной ему картины, изображавшей Диогена Лаерцкого. Тогда же король назначает его секретарем комитета по архитектуре. Находясь в Бильбао, он создает многочисленные полотна религиозного содержания. Однако, кроме этого, он известен прежде всего как хронист придворной жизни Мадрида, оставивший изображения королевских приемов и торжеств. Картины, многие из которых были сделаны по заказу короля. Писал также виды на морские гавани, также по королевскому желанию. Натюрморты с цветами, пейзажи, жанровые произведения и картины на мифологическую тематику. Был автором портретов Марии Луизы Парунской, короля Карла IV, ну и других. Последние годы жизни занимался росписями капелла Сан-Хуан-де-Ль-Рама в городе Виане. Однако жил в бедности. Луиз Парет и Алькасар иллюстрировал произведения Мигеля Сервантеса и Франсиско де Кеведе. Он и сам обладал независимым литературным талантом. Умер в возрасте 53 года, 14 февраля 1799 года. Ну вот так немного о испанском художнике эпохи Рококо, Луиз Парет и Алькасар. До свидания. Продолжение следует...